всем добрый день значит буквально пару дней назад я снимал видео про травматический патрон сайги 410 причем говорил что не попадались два типа этих патрон так значит нашел я второй тип у себя я помню что покупал но честно говоря я ни разу не стрелял и не помню куда положил значит что написано на боеприпасе так на том который у меня был всегда написано тех крем 410 3678 красненький и шарики там красненький плотная резина такая видно она плотная так что написано на этом боеприпасе тех крем написано 410 3676 от top r2 если я не ошибаюсь или очень стертая надпись не могу прочитать размер 36 идут 36 но получается очень интересный момент такой вот я капсуле сравнял смотрите то есть он не 7 что 70 скорее всего написано 76 с не может возникнуть вообще подача даже при ручном подавание то есть будем передергивать а у нас он не пойдет замнется здесь два шарика будет фотография значит наверно не будет сейчас видно на просвет значит вот здесь вот два шарика и большой пыша амортизатор такой шарики не резина шарики не резина такие серебряные похоже на резинопластик легенькие я так предполагаю если потом будет возможность я конечно выковырю еще найду такой патрон выкурю посмотрю и отсюда тоже посмотрю сколько весит шарики просто явно что вот этот новодел он легче хочу сказать что здесь два шарика ну диаметр одинаковый здесь на просвет 4 значит что попробуем то же самое тоже мишень принципе только единственное что я ее немножечко усилил это пять миллиметров фанерочка старая а так у нас получается сантиметр плюс примерно еще там я не знаю миллиметра три наверное старая фанерка и старый патрон меня завалялся дробь шестерка 7 6 я не знаю ему наверное уже лет может быть 10-15 посмотрим как он стрельнет ли вообще вот чем не нравится 410 ничего не застрянет ствол прямой можно плеваться рябиной как в детстве вот все новоделы овальные полу нарезы конечно да там меткость может быть кучность и так далее вот ну зато здесь оглушные ничего не застрянет хоть камушком заряжай и стреляй тому же это дело не пройдет значит как мы поступим мы поступим последний у нас будет дробь потом у нас будет наш проверенный тех крем с которым уже стреляли который пробивает уже знаем как и 1 будет вот я не знаю как вы даже назвать даже по магазин намного короче так сегодня стреляю с магазином специально взял маленький давайте посмотрим будут будут целиться через климатор я сказал что климатор на просвет не закрывает штатные целеуказатели так и здесь значки потому что может отлететь дать посмотрим как будет дослаться вроде дослался так все не беру что забыл но я думаю что это не очень громко будет так чем посчитаем наверно шаги да так примерно вот отсюда 6 шагов я думаю достаточно обычно стреляет где-то так наверно шагов 6 посмотрим или давайте сразу может быть я сейчас отнесу мишеньку подальше меня шагов 6 пусть будет посмотрим потому что я усилил небольшой фанерочкой и посмотрим сделаем сравнение так ну что первый у нас тот который легенький посмотрим как он себя ведет буду стрелять в центр белого листа так очень интересно очень интересно может быть это даже здесь вообще ничего такой здесь мы видим что больше всего урон причинил выше амортизатор пробитие есть одной фанерки 2 видите с помощью пыжа но не получилось 5 миллиметров набрал я вам 5 миллиметров так ставим и все это сейчас на место степлер об часе прищелкну и попробуем еще раз вообще ничего совершенно жалко место такое травяное нельзя найти остатки будем надеяться что не отвалится так экстракцию мы делали не делали вот он беленький сейчас выскочит вот гильза смотрите как край глубоко был завернут вполне поместился бы еще один шарик но за счет игру что выше очень какой-то интересный так сейчас мы стреляем тем чем уже стреляли тортик рим красненький с тремя шариками кстати выстрел очень не громкий вообще не громкий даже на выстрел не похож собственно говоря ну здесь погромче и тоже все отвалилось так здесь у нас хорошие вмятины хорошие вмятины пришли шарики туда же куда я первый в принципе вот это вот отрыв был там где два шарика у нас эти все пришли в кучу значит фанера полностью пробита а здесь у нас фанера то есть в принципе шары не прошли но здесь фанера вся рассыпалась с той стороны так ну и теперь у нас шестерочка я наверно сейчас крепить это уж так ради забавы так убираем тоже не перезарядился сесть и теперь дробь шестерочка тоже в центр листа вот это уже выстрел но экстракция почему-то тоже не произошло значит боеприпасу я гушу лет 15 уже наверно у меня кстати еще есть парочку давайте посмотрим будут ли они сами выскакивать подряд сейчас зарядим так что у нас по кучке так ну пробитие значит пробитие эту фанерку пробила полностью за счет того наверно то что здесь уже было крошеное я уже стрелял по ней значит здесь у нас дробинки насквозь не вышли просто вот они торчат то есть в принципе боеприпас никакой то ли он старый то ли он сам по себе конструктивно сделан не очень мощным сейчас я еще возьму парочку так парочки может быть и не будет может быть и будет не знаю сейчас я посмотрю да будет значит кстати гильза 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 бумажная гильза бумажная 76 девятка или 6 шестерка давайте посмотрим то ли они долго хранились вот то ли все таки я не знаю почему они слабоваты для перезарядки давайте посмотрим сейчас будем стрелять верхушку посмотрим как пройдет толстую фанеру та которая сантиметр так экстракция вам произошла да давайте еще разочек сейчас буду стрелять в петлю которая соединяет две фанеры тоже экстракция произошла видимо плохой боеприпас был вот как раз у нас вид как удачно очень удачно шарик наш красненький шарик отложим в кармашек он нам пригодится потом не знаю зачем но посмотрим так что касается что касается пробития давайте сейчас я возьму камеру возьму камеру и поближе подойду так давайте поближе посмотрим значит вот то что мы стреляли мелкой дробью в принципе на вылет по железной петле значит есть вмятины на петле но петля не пробита то есть можно в принципе такой материал использовать как защиту от этой дроби значит вот то что первый выстрел видите дробинки застряли то есть первая пробита но она пробит за счет того что я думаю что она вся погрызанная уже у меня была так значит это у нас образовалась вот и как я говорил после шариков техримовских там где 4 то есть довольно таки ощутимо до этого вообще ничего не было это у нас образовалась когда мы стрельнули в петлю мелкой дробью сейчас я постараюсь найти может быть шарик найду серенький вот этот и тогда уже посмотрю состав и вес этих боеприпасов все спасибо это то что касается травматических боеприпасов для 410 саги вот в принципе как они работают я думаю что это понятно вот как можно применять на каком расстоянии так далее и какой эффект можно ожидать все спасибо спасибо